Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 января. У нас на улице всех нас замело, холодно. Вот здесь даже могу вам показать. Видите, лед промерзает. И бедные мои зимние томаты. Сначала их рассада, вот посевы томатов выселили из китайской палатки. Когда я сказала, что я посею томаты, и самое теплое место в доме, это вот эта китайская палатка. Чтобы они быстро взошли, им нужно там быть. Я быстренько все зимние вот эти томаты, поспевшие на окно, вот на это холодное, перетащила. Место в китайской палатке освободила. Туда посевы. Теперь рассада взошла. Теперь ее нужно на холод, чтобы она не вытянулась. И опять тут мешают вот эти вот зимние томаты, которые заняли вот это холодное окно. Единственное, которое с лампой. Теперь надо и отсюда. Короче, их сейчас сегодня и отсюда выживет рассада томатов. Поэтому мне пришлось в срочном порядке делать сбор урожая. Хочу вам показать и похвалиться, что несмотря на то, что январь, несмотря на то, что окно холодное, тут у меня салат примерся, я вам показывала, зимние томаты дали мне прекрасный урожай. Я уже говорила, а сколько положительных эмоций от созерцания вот такого чуда. Я, конечно, свою подружку в последнюю очередь, вот эту помидорку буду отбирать в первую очередь, те две оббираю, которые я уже сбор делала на Новый год. Вот. И даже, знаете, как, если честно сказать, томатов наспело столько, что я не успеваю их съедать. Внук у меня, он томаты еще не ест, они, кажется, для него кислые. Вот сегодня буду очередной раз делать салат. Но томатиков, конечно, жалко. Не нашлось им места в моем доме. Отовсюду их вытесняет молодая рассада томатов. Потому что, конечно, она у меня в приоритете. На нее я делаю большую ставку. Эти-то я сейчас просто съем и все. А с рассады, с той, я еще надеюсь получить, ну, уверена, что получу летом урожай ранних томатов. Все, до свидания. Вот какое чудо выросло у меня в этом году в палатке в китайской и потом просто на окне. Я прям налюбоваться не могу, жалко кушать. Но столько томатов, мне это очень много. Кстати, если говорить о плодах зимних томатов, то они ничем не отличаются от летних. Они также поспели все. Вот две даже у меня переспели из-за того, что я долго их не снимала. Видите, она переспела, аж немножко лопнула. Вот эта вот и большая еще. И на вкус они точно такие же. Прям натуральные, томатного вкуса. Значит, я поняла, что им всего хватило. Для них главное, наверное, в зимнем выращивании это поярче светильник. И чтобы была хорошая плодородная земля. Землю я свою делала. А лампа вот эта, я уже говорила, это вот Марс Гидру. Она профессиональная такая, специально для растений. Скорее всего, она им нравится, потому что растет все под ней хорошо. И они ничем не отличаются от летних. Такие же прям обильно увешанный куст и вкус. Короче, вывод такой. Зимой томаты выращивать можно. Даже у нас в Сибирском регионе. Несмотря на то, что на окне лед. Если хороший будет цвет, то помидорка растет нормально. Все, смотрите, какая прелесть. Да их много так.